Минэкономики вынес на общественное обсуждение проект постановления правительства о продлении запрета на экспорт леса и лесоматериалов из Кыргызстана. Этот запрет был введен 1 августа сроком на 6 месяцев. На первый взгляд это постановление кажется странным, потому что экспорт древесины из Кыргызстана никогда высоким не был. Но вот в феврале Россия начала войну против Украины и Белоруссия с тех пор постоянно помогает Москве в этой войне. Поэтому в марте Евросоюз наложил санкции на экспорт древесины и лесоматериалов из Белоруссии в Европу. Белорусские компании сразу начали оформлять свои сделки через Кыргызстан. То есть лесоматериалы отправляются как и раньше из Белоруссии в Польшу или Германию, но оформляется, что эти материалы поставляются из Кыргызстана. Сразу экспорт древесины из Кыргызстана вырос 18 тысяч раз. Когда в январе 2017 года в аэропорту Манас потерпел крушение грузовой Боинг, он был напичкан электроникой, которой было слишком много для всего рынка Кыргызстана. А таких рейсов до этого было сделано более 50. Поэтому можно сказать, что сам ЕРС создавался для совершения вот таких экономических манипуляций. Субтитры создавал DimaTorzok